У меня своя фирма за 7 лет, фирма идет в интернет-магазин детских товаров, а в первых магазинах, если не самая первая, это Межбэй. И вопрос мой был в проведении бизнеса в соответствии с собой. Я рассказывала о том, какое сейчас обоснование бизнеса, что меня на самом деле волнует, и как хотелось бы перевести свой бизнес к тому, что меня волнует. Давали разные советы, но я не воспользовалась этими советами. И все же я считаю, что в прошлый раз был очень продуктивный, потому что после выступления, после разговора с разными людьми, у меня нарисовалась в голове такая картина, которую я сейчас хотела бы рассказать. Это еще не готовый бизнес-проект, но он уже начал развиваться. Поэтому по долгой службе мы контактируем с различными мастерами творческими. И я представила себе мастера, который прекрасно разбирается в какой-то узкой теме. Например, боковка подарков или какая-либо дизайнерская программа. Он прекрасно знает свою узкую тему, но он не знает, каким образом заработать на этой узкой теме. Мастер-класс как оффлайновый, так и онлайновый. У онлайнового мастер-класса нет ограничений по количеству аудитории, и, соответственно, аудитория практически не ограничена. У нас для этого есть помещение достаточно большое, есть оборудование, есть специалисты, которые могли бы организовать действительно качественный мастер-класс. Ну, собственно, и достаточно много уже знакомых мастеров, на которых бы могли это опробовать. С другой стороны, я представила себе человека, который ищет какой-то мастер-класс. Запросов таких очень много. В Яндексе почти 50 тысяч у меня есть запросов по мастер-классу. В Гугле также. Сейчас, если посмотрим даже мастер-класс «Декупаж», мы видим список мастер-классов, которые уже готовы, но нет предложения онлайн-мастер-классов. Вот это мы могли бы продавать и приносить, так скажем, пользу нашим потенциальным клиентам и мастерам. И с третьей стороны, я представила человека, который также нашел бы в интернете наш сервис и подумал бы «О, классно!» и организовал бы там какие-то своих друзей, организовал бы помещения, и вместе бы они могли бы посмотреть на большом экране онлайн-мастер-класс из известного мастера и провести отлично время. Вот, например, такая картина у меня. Понятна ли картина? Понятно ли, в чем мой проект? Понятно, да? Такой формат? Идейная поддержка? Выход на аудиторию. Ну, у нас есть сейчас интернет-магазин, у нас будет достаточно запрос. Да, выход по поисковым запросам. У нас группа ВКонтакте, около тысячи человек сейчас. Ну, то есть целевая аудитория, в принципе, у нас уже наработана. Опять же, там есть мама, которая есть все. Я все-таки не понял, а, то есть, ну, мастер-класс какой? То есть, просто это видеозапись урока? Или что это? Нет, смотрите, ну, это не видеозапись, это онлайн, то есть, человек говорит онлайн, персональный мастер-класс, у вас по скайпу вы бы говорят. Вебинар почему? Да, как вебинар, то есть, есть площадки для этого, которые мы собираемся в использовании, мы сейчас выбираем, какую площадку лучше использовать. Есть площадка вебинара, но в скайп, наверное, тут не совсем подойдет. Он интерактивный или нет? Я правильно понимаю? Да, он интерактивный, то есть, онлайн. И так, и так, и так, да. То есть, грубо говоря, там мастер-класс, там чеканка на металле, да? Да. И, то есть... Мы набираем группу в помещении и плюс транслируем металл онлайн. Значит, группу набираете в то помещение, где будет проводиться этот мастер-класс? Ну, например, можно не набирать группу, можно только онлайн. Это зависит от того... Я просто пытаюсь представить, там, допустим, там, вязание там, да? Или там, вышивание там крестиком, да? Или там чеканка. Это же... Ну, надо еще понять, как это правильно так снять, чтобы это через интернет было видно. Да, конечно. Это действительно так. То есть, вы это уже прорабатывали? Мы это прорабатываем. То есть, мы понимаем, ну, как бы, есть такой вопрос. Это нужно несколько возможных веб-камер. То есть, это вопрос, который мы просто прорабатываем. Вопрос в том, опять же, чтобы хорошая картинка была. чтобы достаточно качественная, чтобы видно было, что делать. А база вот эта, получается, она у вас будет здесь, в Новосибирске, да? Откуда будут транслироваться? Ну, наши планы, они обширные. То есть, надо начать, конечно, начинать мы будем со... Это будет какая-то специальная студия какая-то будет, да? Студия, ну, она почему-то не будет, она у нас уже есть. Ну, то есть, вот. Ну, а получается, если транслировать из других городов, значит, в других городах тоже должна быть эта студия? Для других городов будет только онлайн в данный момент. Ну вот, я же по этому и спрашиваю. То есть, база будет именно в Новосибирске? Да, база сейчас в Новосибирске. Ну, я говорю то, что сейчас. Куда у нас это придется, я не знаю. Может, будет база еще где-то. Может, будет база в каждом районе, может быть, в каждой точке мира, я не знаю. А вот, то есть, вы уже пробовали проводить эти мастер-классы? Мы уже пробовали свои мастер-классы проводить, но сейчас мы договоримся уже со сторонними, то есть, скажем, сторонними мастерами, вот, и планируем уже в ближайшее время просто пройти мастер-класс, ну, то есть, уже начать офлайновый, без подключения онлайн. Следующий этап – это онлайн. Сейчас мы также ведем переговоры с нашим веб-разработчиком, по поводу сервиса продажи этих мастер-классов. Идейная поддержка подразумевает вопрос. Да, вопрос. То есть, какой вопрос у тебя? Собственно, вопрос, вот, почему-то мы не можем придумать название. То есть, название домена. Хотелось бы домен с точкой ком. Ком. Вот, да. Идейную поддержку от нас. Ты хочешь, чтобы мы сейчас набросали тебе названия? Ну, да. Названия, которые могли бы быть. Да? Если это сложно, я могу еще другой вопрос задать. Не, ну, давай, есть вопрос. А если она занята уже, да? Тут вопрос занятости. У нас есть специалисты, проверьте. У меня вопрос такой вот. А все-таки, вот, направленность на хендмейт или нет? Ну, пока без ограничений. То есть, вообще, мастер-класс онлайн вообще. Да, то есть, мы будем пробовать разные. Возможно, мы сузим до какой-то области, возможно, но мы будем пробовать разные. То есть, хендмейт, фотографирование. На кого направлено? Здесь вопрос с доменом, да. То есть, нужно начинать с позиционирования. На кого направлено? Кто потребитель? Кому будет это интересно смотреть? Кто хочет научиться, тот хочет научиться. Вот, ну, у вас большой опыт предпринимательский, и я бы даже у вас что-то покупал, по-моему. Да. По-моему, ремни когда ввели, у вас были хорошие такие, эти самые, для детей. Ну, вот, есть Траут такой, дядька, у него есть книжки по позиционированию. И вот он там говорит, что нужно дифференцироваться. То есть, как бы, да? То есть, вот, поделять. Потому что, то есть, если мастер-класс вообще, а чем вы лучше, чем другие мастер-классы, чем другие платформы? Ну, пока такого сервиса нет, поэтому мы просто лучше. Ну, мне кажется, что там есть такие сервисы. То есть, ну, любой сервис, на котором происходят вебинары, да, то есть, вот, ну, их там, ну, мне кажется, миллион сейчас. То есть, он, по сути, является тем же самым. А в чем вы отличаетесь от них? Нет, как это, не тем же самым. Почему? Вебинар – это площадка, на которой… Нет, ну, там же уже есть готовые там, уже есть готовые материалы. То есть, они всегда нужна интерактивность. Они, это просто готовая площадка, которую мы собираемся использовать. Мы, наша задача – представить, продать, организовать мастер-класс. Они… То есть, вы хотите сказать, что нет ни одного каталога мастер-классов? Онлайн-мастер-классов? Ни одного каталога интернет-мастер-класса нет? Я не говорю, что их нет, я говорю, что я их не нашла. Мне кажется, их миллион, просто сейчас взять, как бы, и найти это самое. Онлайн-мастер-классов? Ну, мне кажется, да. Ну, может быть, они где-то ездили. Мастер-класс, то есть, ну, в данном случае, вот, непонятно, что такое мастер-класс. Погоди, погоди, экспертную не заказывали? Экспертную поддержку не заказывали. А это разве, ну, о чем отличается, в данном случае? Идейный вопрос выглядит так, то есть, вопрос, как назвать домен, да? Я говорю, ну, смотрите, ты мастер. Мастер такой есть, например, за домен ты какой-то, да. Еще, кстати, введен, пропустил. Вебинар подразумевает то, что человек уже не может, вы человека не видите, он не может вам живой вопрос задать, только чатом пишет. У вас как другая площадка? Нет, нет. Вебинар, возможно, я уже изучила, то есть, вебинар, возможно, видят, и, возможно, чат, возможно, да. До 10 человек, по-моему, там, возможно, до 5 человек. Ну, в гугле, да, до 10 можно, да. То есть, вы находите мастера, вебинар, всадите его в специальное помещение, окружаете его камерами и начинаете вот это вот все специалиста вещать наружу. На начальном этапе так. А потом уже это будет где-то там, возможно, еще где-то. То есть, на следующем этапе мастер сам регистрируется у нас на сайте, сам продает свой семинар. То есть, ваш бизнес будет состоять в чем? В том, что у вас будет такой портал? Все тренинги.ру, версия 2.0. А название есть у компании или у проекта? Нет, я назвала проектом. Мастер-класс. Мастер-класс, да? А чем отличаются все тренинги? А чем отличаются? Вы всегда можете провести границу между мастер-классом и тренингом? На мой взгляд, это такие размытые понятия. Ну, как бы, я вот понимаю, в чем разница. Потому что у меня мама на Артане тусуется, вот эти мастер-классы, я понимаю, в чем разница. Это вот больше предокладное, больше для души. Ну, не только, не только. Мастер-класс краткий. С жаткой информацией. Тренинг тоже краткий. И, как бы, с очевидным результатом. То есть мы учимся делать вот эту штуку. А мы учимся делать вот эту штуку. Ну, наверное, мы учимся вот такому-то движению. Мы учимся, я не знаю, фотографировать, когда он что-то делает. В итоге мастер-класса человек просто умеет что-то делать. А потом у тренинга он, как бы, ответственность никто ни за что не несет. Он научится делать конкретную вещь. А в каком случае кто-то несет ответственность? В случае тренинга? Мастер-класс, он вроде бы как, более контактный, да, что ты можешь задать любой идиотский вопрос, получить на него ответ, ну и понять, как все это... А тренинг чем это отличается? Нет, наоборот. Смотри, тренинг – это если я себя чувствую тренером, я называю это тренингом. А если я себя называю мастером, я это называю мастер-классом. Ну, вот, если я говорю, то есть очень-очень субъективно все, то есть одно и то же. То есть на всех тренингах будут чувствовать, как бы, только те, которые чувствуют себя тренерами, а на все мастер-классы будут, как бы, те, кто чувствует себя мастерами. Мастер учит, как делать, а тренер учит, как... Нет, тренер не учит, как натренировать. Тренер учит, как раз, тоже, как делать. А тренер учит, как учить. Создание видеотеки вы планируете, то есть снимать это и в запись? Не учит, как учить. Учит, как учить – это специальные тренинги для тренера. Продавать записи нет? Это только онлайн? Тренер учит тоже делать. А кто оплачивает? То есть кто оплачивает услугу? Услуга оплачивает тот, кто желает посидеть мастер-класс. То есть тренер по боксу, он не учит тренеров по боксу, он лучше просто боксеру. В мастер-классе, когда он одевает перчатки и показывает именно удар, но вот как у Турещевой был, когда он не мог в каких-то движениях, да? Посмотрите, я понимаю, чем семинар отличается, потому что на семинаре по боксу не нужно вообще одевать перчатки, а в мастер-классе по боксу и в тренинге по боксу нужно одевать перчатки. В тренинге не обязательно. Уважаемая фокус-группа, это время капитана, это время капитана, давайте поработаем на капитана. Ну, насколько мы все зацепились за именно мастер-класс или тренинг, видимо, в этом направлении надо позиционировать. Раз вы хотите, чтобы это был мастер-класс, значит, здесь название должно быть связано с мастер-классом. Ну, название проект мастер-класс, конечно, слабое название. Но стань мастером, то есть что делает человек? Он учится. В тот момент, когда он смотрит, он учится, кем он встает? Он становится сам мастером, то есть проект, что делает? Он превращает человека в мастера, то есть стань мастером. мастера и мастер юма и все мастер да все в сумасе и мастер его мастер вот смотрите вот не знаю может вы смотрели там фильм по кирзам вот там вот фокер айз фокеризован да вот говорят вот вот такой вот а из вот это окончание но есть вот может мастера из мастера из точками вот домен такой думать как бы мастеризуй меня как бы вот мастеризуй но мастера из это какого классно мастеризуя мастеризация вот идея если ты сформулируешь по-русски но в чем суть твоего проекта ну название проекта название компании или девиз компании тогда оттуда уже поискать то слово которое должно быть отображено в доме не творить творец творим мастер творец стань творцом стань мастером local got . калю бог не просто гад просто бог просто бог то есть центральное слово мастер центральность ли слова центральные чем мастер мне кажется очень похожий проект по идеологии это челебрити 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 знаменитость по-английски да он был в новосибирске два года назад он приезжал точно федеральный проект московский вот они в крас площадка любому для самого выражения начинать проводит не онлайн живые мастер-классы но они вам анонсируется очень активно продвигаются онлайн понятно что селебрити тоже для тех кто пишет английский язык но поскольку не была своя московская аудитория там это нормально в новосибирске в принципе камере один год тоже зашло и по ощущениям у них такая площадка действующая немножко переписать там у них много таких тонких тем мастер-классов я сам не все слова понимаю которые не там пишут ну в анонсах прошлом классы прочее но в этом смысле если аудитория топовая какая-то да такая вот как ущербрити то можно вот так выпендриться тоже а если все-таки более народный проект то конечно что-то очень простое должно быть хочу быть мастером вот там же одно слово хочу быть мастером то вот еще сейчас долго сочинял навыки же там фактически образовываться буду да тогда можно обыграть и по владей . на вы точка на вы точка ком и на вклу круто на вы точкой колька ком овладе на владею на вы ком на вытачек шикарно то есть ком фраза целая получается как у вас навыка то есть использовать навыком и навык хорошее слово навык скил там тоже губничество Мастер для меня, мастер for me, for me тогда тут же в стыре. Ну, стопутово, но если через ми в конце, то получается мастер для меня. В принципе, для меня не обязательно ком. Не обязательно ком. Немного ком круче, конечно. Если там такие вот слова нет значения? Господин? Мастер. Мастер, господин. Есть, тоже есть, да. Мастер папец. Тогда порнуха. Включается со словом мастер. Можно думать. Вот надо очень долго подумать. Может, креатив какой-нибудь? Ну, на Е-генераторе, на такие заявки там по 4-5 тысяч слов. Есть такая программа, в которой вот... Вводишь одно слово, и она тебе нам 30 предлагает всяких сочетаний вокруг центрального слова, свободных на данный момент. Саша? Нет, не знаю. Нет. По-моему, на НИКРУ у них есть такая услуга. Вот там, где дорогие регистрации доминов, я где-то видел. Есть прям... Взводишь одно слово, и она там начинает 30 вариантов подбора свободных уже. И она их там сама перемешивает и сама там что-то с ними делает. А потом уже на фокус-группе отказать то, что будет. Ну, это просто как идейная поддержка относительно того, что можно сделать, как поискать домин. Ага. Ну, хорошо. Ладно, спасибо. У меня там еще... А, все? Все. Что ты хотела? Ну, ладно, все так все. Что было для тебя ценным? Что было для меня ценным? Выступить. Получить идеи, наверное. Что из тех идей, которые мы тебе нагенерили и вот сейчас отзывается у тебя? Ну, мастерась, наверное. Мастер-принят. Мастер-принят. Ну, вот владею навыку. Цепляет где-то, да? Цепляет. Ага. Будем думать дальше. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, давайте поблагодарим Татьяну Заревну. Третий проект. И третий проект. Так.